Пять муниципалитетов, 12 социально значимых объектов Чуваши пострадали от урагана, который бушевал в регионе неделю назад. Сегодня в Доме правительства назвали и сумму ущерба порядка 11 миллионов рублей и объявили о введении режима ЧАЭС для ликвидации последствий града и шквалистого ветра. Это позволит в кратчайшие сроки довести денежные средства для восстановления объектов. Непогода стала причиной не только сломанных деревьев и снесенных крыш. Во время переправы через Волгу погибли люди. Среди них двое детей. Речь идет о крушении маломерного судна «Ритм» на Волге 29 июля. В Доме правительства отметили, на данный момент завершена проверка действий ответственных лиц, которые получили сообщение из Центра обработки вызовов 112 и не организовали своевременный выезд в специальный служб для помощи пострадавшим. Отсюда и такое количество жертв. На совещание особо подчеркнули, все виновные будут наказаны по всей строгости закона. К сожалению, несчастные случаи происходят не только во время разгула стихии. По данным Главного управления МЧС России по Чувашии, с начала года в республике зафиксировано 22 происшествия на водоемах. 24 человека утонули, в том числе семеро детей. Пять случаев произошли буквально на днях. В Чебоксарах, на Учебоксарске, Вяльчикском, Капсомольском и Алатарском округах. Главной причиной гибели людей на водных объектах, как я и раньше докладывал, как вы тоже отметили, является купание людей, не оборудованных для этих целей местах. В том числе купание детей без присмотра кузлы и купание на водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Рейды выходные дни проводились, но, к сожалению, 4 человека погибших имеется. За отчетный период была проведена профилактическая работа по выявлению административных правонарушений за купание в неустановленных местах. Составлено всего 10 протоколов в городе Новочеславске. Пять протоколов в городе Чебоксар 3, Марпасадского муниципального округа и Чебоксадского муниципального округа по одному соответственно. Я прошу активизироваться по контролю, прежде всего, тех мест излюбленных купаний, которые не оборудованы, но и соответствующим образом максимально провести разъяснительную работу. И по возможности подключить всех волонтеров и людей до того, чтобы максимально полно контролировать процесс купания. Продолжение следует...